Всем привет, мои дорогие зрители моего канала. По названию видеоролики вы уже, наверное, поняли, что я вернул аккаунт. Я не то что вернул, я его восстановил, восстановил свой канал. Но печально, что в итоге фотки все не восстановилось, это точно окончательно. Как говорится, надо идти вперед. На данный момент я уже сейчас потихоньку все восстанавливаю остальные. Осталось только сделать пару шагов, которые необходимы, и дальше уже можем развиваться. Что будет в дальнейшем? Во-первых, пора обновить тематику канала немного в разную сторону. Помимо мини-игр, будет выходить прохождение. Третий вариант есть, о котором я еще думаю, но, скорее всего, его уже будете решать вы. Не хотите ли вы видеть новые контенты, например, как хоррор игры, где я буду уже, скорее всего, с вебкой и играть? В основном, у меня чувствительный страх, можно сказать, я всего очень сильно боюсь. И, исходя из этого, можно делать, по идее, вы можете видеть, как я пугаюсь, там, не знаю, чего-то еще, и разное. Это вы же будете решать вы в комментах, я сделаю опрос, и все будете голосовать. Также хотелось бы поделиться со своим мнением, ребят, если вдруг попадетесь на какую-то мошенника, вы просто не ведитесь на его провокацию. Он с вами играет психологически, и вы сами не поймете, как это вообще делается. Сначала он попросит вас сделать, сделай вот так, а вот так. Он еще добавляет такую интонацию безобидности, что очень сильно звучит максимально наивно, и ты просто клюнешь под его дудку. После того, как все это делает, он с вами вот так немного затягивает разговор, чтобы потянуть время, чтобы все это сделать. Чтобы этого всего не было, ребят, не ведитесь ни на какую его слово, ни на какую безобидность. Люди бывают максимально разным, он может быть супер мягкосердечен с вами, и такой под конец злой, обматерить тебя, все такое. И поэтому, ребят, вообще, ни в коем случае, если вам пишут какой-то незнакомый чел, или там не знаю, там кто-то еще, и кидает вам непонятные ссылки, просто не переходите. Даже если это ваш знакомый. Я вам этого крайне не рекомендую. Знаете, как это само происходит? Например, он скажет вам. Он заставляет сначала писать по собственному, то есть по вашему желанию. То есть вы в гугл пишите какую-то, не знаю, там, скачай вот это и проверь. Оно у вас проверяется, потому что это вы скачали. И дальше вы его, чисто под его психологическим, можно сказать, манипуляцией, вы просто находитесь под его руку. И он просто случайно кидает вам, типа, говорит, попробуй скачать вот это и запусти его. И вы такой не находите это. И дальше он кидает, давай я тебе скину с руку. И ты такой уже проверял, типа, у себя чисто. И у вас такое складывается ощущение, что вы вроде бы все это сделали. Почему бы не открыть эту ссылку? И просто вы открываете и скачиваете, и просто запускаете. И все, вы проиграли. Чтобы этого всего не было, просто забейте на это и не отвечайте никому. Даже не эти дискорды, потому что я не вижу смысла. Не пытайтесь никому доказать чего-то, не знаю там. Главное, вы знаете, что вы, само собой, ну, чистую правду. И вы себе это уже доказали. И нет необходимости доказать это другим. Поэтому, ребят, держитесь. Все будет нормально. Мы с вами не прощаемся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok